В часы тяготных раздумий о судьбах Родины, я порой думаю, вот какая национальная кухня самая здоровая, потому что мы здесь занимаемся здоровой и вкусной едой. И, конечно же, я, бывает, смотрю на восток, на восток дальний, потому что там находится Япония. Это одна из, как мне кажется, самых здоровых кухонь в мире. Сегодня мы посвятим этой кухне нашу работу на кухне вместе с моей ученицей Еленой. Здравствуйте. Я думаю, что ни одна я являюсь любительницей японской кухни, только той, что предлагают нам, в принципе, в каких-то интересных ресторанах или барах, а мы что-то можем делать теперь своими руками дома. Видите, как замечательно. Да, мы сегодня сделаем весьма здоровое блюдо с лапшой удон. Не пугайтесь этого слова. Лапша удон – это известный вид пшеничной лапши, которая хорошо впитывает вкусы, которая имеет хорошую консистенцию, которая не разваривается, которая не ведет к ожирению, в конце концов. Удон с курицей. Вам понадобится лапша удон, куриная грудка, морковь, репчатый лук, соевый соус, куриный бульон, херес, одно яйцо, зеленый лук, растительное масло, соль и перец. Куриную грудку нарезать ломтиками. Морковь нарезать соломкой, а репчатый лук – полукольцами. Обжарить курицу с морковью и луком. Отварить удон. Яйцо хорошо размешать и обжарить на одной столовой ложке растительного масла на маленькой сковородке. Смешать бульон, соевый соус и херес. Нагреть до кипения. Снять с огня и добавить курицу с морковью и луком. Разложить удон по тарелкам и залить бульоном. Омлет разрезать и выложить на удон. Ого! Вы знаете, где живет удон? Ну, вы уже сказали, где-то в Японии. Да, в Японии. То есть у нас в холодильнике он не живет, потому что это сухой продукт. В холодильнике у нас живет кто сегодня? Курица и яйца. Давайте, принесите, пожалуйста, курицу и яйца. Я пока вот уже здесь подготовил кипяток. Что первично, курица или яйца, мы сегодня рассуждать не будем. Сегодня будем делать удон. Вообще какое-то название такое странное. Удон. Ну, это-то японское название. Здесь мы никак не можем его комментировать. Давайте вот опять попробуем проанализировать рецепт, не заглядывая в него уже. Не подсказывать. Не это знать. Вот что у нас должно получиться в результате, по нашему пониманию? Какое блюдо там? Это салат, это суп, это что-то в соусе. Что, по-вашему, у нас должно получиться? По-нашему, как это назвать можно? Нечто среднее между супом и... Сейчас скажу вторым блюдом. И компотом. Я думаю, что это, по сути, это суп. По сути, это суп, потому что там есть жидкая база и достаточно большая. Это, по-нашему, это суп. Вот, потому что там, в Японии, это называется удон-с. И там часто удон подают в бульоне. Но там не говорят суп. Но мы скажем, что это суп. На самом деле, богатый и очень насыщенный вкусный суп. Там так много просто всяких интересных составляющих. Я задумалась над тем, я думаю, не одна я задумалась сейчас. Потому что есть это всегда вкусно. Всегда интересно, как это приготовлено. Оказывается, там так всего много. Но прежде всего мы должны понять, а что мы вообще в результате получим? Например, это так во многих сферах жизни надо представлять. Например, в математике. Если ты умножаешь, я не знаю, 12 на 14, ты не знаешь, сколько получится без калькулятора. Но ты должен понимать, что если ты 12 умножаешь на 14, у тебя, может быть, ну, больше 300 не будет просто. Но это невозможно. Потому что 13 на 14, а 300 – это 15 умножить на 20. То есть надо понимать, что вдруг ты, знаете, какую-то клавишу не ту нажмешь, у тебя получается 4000 в результате. А ты не предусмотрел, не подумал, что такого не может быть. Так и в еде. Есть рецепт. Мы должны понимать, что мы получим в результате. Пирог, торт, кисель, компот, салат жидкий, густой. Мы поняли, что мы сегодня приготовим на самом деле суп. Густой, но суп. А вот теперь уже можно браться за делом. Математический рецепт мы не запоминаем от маэстро, потому что иначе тогда будет проблема. Потому что мы не сможем запомнить все остальное. Значит, что вам там показалось необычным, Лена, в рецепте? Применительно к нашим супам. Вообще, честно говоря, мне все показалось необычным. Там и омлет какой-то надо жарить, курицу надо ломтиками резать, что-то с ней отдельно делать. Что-то где-то. То есть какие-то все составляющие после этого соединить, получается суп. Во всяком случае, вы, Лена, начали правильно говорить, что там, прежде всего, вам показался необычным омлет. Правда? Вы с него начали. Мы поэтому сейчас этот омлет не сделаем. Я им закончила, я помню, что мне что-то должно быть как-то... Дайте мне одно яйцо. Я возьму маленькую сковородку. Спасибо. Мы сделаем омлет, потому что он у нас должен остыть, тролевали, а потом будем заниматься всем другим. То есть начинаем мы готовить удун с того, что делаем омлет. Делаем омлет, да. Вот как раз необычность этого супа в том, что, помимо всего прочего, в него входит еще омлет. Только мы его нарежем такой полосками, красивыми, и положим в суп. Вы делаем омлет из одного яйца, потому что у нас сегодня порция небольшая? У нас порция небольшая, да. А в соотношении, если вот на семью делать, сколько тогда надо как? Ну, вы знаете, что можно прикидывать, допустим, одно яйцо на... на двоих. На двоих человек, да. Это будет нормально. Запомнили, записали. Или можно немножко увеличить дозу и сказать, что два яйца на троих. Допустим, шесть человек, значит, будет четыре яйца. Ну, вот как хотите. Ну, не более одного яйца на человека, в общем. Ну, омлет, когда мы делаем, мы обычно добавляем туда что-нибудь, типа молока, например. Сюда ничего не добавляем. Просто одно яйцо делаем. Даже без соли? Соли надо немножко, но умеренно, потому что в самом супе будет соевый соус. Он соленый. Ну, какие важные замечания. Немножко соли дадим. Хотя я вам скажу, что сейчас перед тем, как варить омлет, вот у меня уже закипела вода. Я в нее положу удон. Вот как выглядит один из видов удона. Это такая плоская лапша. Бывает круглого сечения. Вот здесь такая очень хорошая мука. И удон как раз характерен тем, что он такой получается неразваристый. Такой, как итальянцы говорят, аль денте. Такой чуть плотноватый. Поэтому вот ценность его заключается как раз в этом. Я удон еще положу. А вот даже не разламывая, вот так целиком. Да, это отдельная история. Это отдельная история, почему он должен быть длинным. Я вам потом расскажу, напомните мне. Здесь мы сегодня услышим эту историю солиста очень большого театра. Уже интересно все равно. Так, немножечко загибая, варим, ни в коем случае не ломаем. Концепцию японского супа удон. Можно назвать вот как бы не удон с чем-то там, а вот просто японский суп удон? Ну, навряд ли. Потому что японцы, да, как раз не обращают внимания на то, что это суп. Они говорят удон. Удон с курицей. Удон всегда предполагает бульон. Почему? Как правило. Ну, вот такое это блюдо. Ведь мы же тоже говорим борщ. Мы же не говорим, что это суп. Правильно? Мы говорим борщ. Мы понимаем, что это суп. Так и японцы. Они говорят удон. Это предполагается, что там будет бульон. А суп с удон говорить, ну, может быть, не совсем корректно. Хотя вам я разрешу. Спасибо. Большое человеческое спасибо. То есть это не, вот если сравнивать, например, с нашими какими-то, ну, более привычными изделиями, это не макароны, да? Это вот удон, это отдельная философия. Нет, почему? Ну, это философия, ну, по сути, это макароны, конечно. Ну, конечно, что же, лапша. Разобрались, с этим пунктом разобрались. Вот, ну, значит, смотрите, сковородочка у нас нагрета. Я совсем капельку масла даю. Да. Ну, сделаем омлет. Сейчас она еще чуть нагреется. У нас еще есть... Может быть, я что-то начну пока делать? Может быть, я морковку нагрела? Да, кстати, да. Вы можете, Лена, заниматься обработкой моркови. А луком возьмусь я сам. Все равно, какой лук сюда пойдет? Ну, с морковью понятно здесь уже. Все равно, какой лук, репчатый лук. Ну, красный, наверное, хуже. Обычный лук. Это больше похоже, конечно, на вариацию нашего привычного супа. Есть лук, есть морковь, есть лапша. Все остальное уже добавки. Херес там вот есть. Зачем туда херес вьется? Вот что интересно. Я вам тоже расскажу об этом потом. Все потом, да потом. Сейчас надо просто молча чистить морковку. Вот, видите, омлетик. Мы его будем с двух сторон как-то делать? Мы попробуем его подпечь с обеих сторон, конечно. В домашних условиях это возможно? Для тех, кто владеет искусством подпекания омлета. Ну, он тоненький получается, маленький. Интересно, как часто вы делаете омлет с обеих сторон? Я иногда дома себе позволяю. Это, знаете, скорее такой получится у нас, знаете, блинчик. Да. Блинчик из яйца. Это блинчик. Мастерский. Куриную грудку нарезать ломтиками. До этого еще далеко. Ну, давайте сначала, да, сейчас овощи нарезаем на этой доске, а потом на этой же доске будем резать сырую куриную грудку. Так будет правильнее. Морковь мы режем соломкой, лук мы режем полукольцами. Тоже имеет какое-то значение, как мы нарезаем вообще овощи? Ну, вы знаете, что в данном случае соломка может быть достаточно длинной, потому что японские супы вот такие вот такого типа, да, грудон, их едят все равно палочками. Вот на Востоке суп едят очень своеобразно. Густую часть супа выедают палочками, а потом выпивают жидкость. В этом смысле соломка может быть длинной, потому что палочками ее удобно, собственно, брать. Тогда лук полукольцами почему? Тоже для того, чтобы был длинный? Да, чтобы было достаточно длинным. Ну, смотрите, что я сделаю с омлетом. Пока он горячий еще, я только что его выложил на тарелочку, я его вот так вот, смотрите, сверну трубочкой. Ну, просто совершенно. Сверну его трубочкой и на последний шовчик, на последний стык положу, придавлю. И вот так он у меня будет остывать. Так. Это для чего-то нужно, для того, что вы расскажете нам потом, да, как обычно? Да, точно потом расскажу. В общем, не отходите никуда, иначе потом не узнаете никаких секретов. Винить будет некого. Я помню, со словом «потом» у меня была такая история в армии. Я в армии, как вы понимаете, был поваром. То есть это у вас от рождения буквально, да? И уже в армии я был хорошим поваром. А хороший повар, вы же понимаете, всегда кормит начальство. Хороший повар не должен кормить простых солдат в армии. Он просто не имеет права кормить. Я кормил командира полка и приближенных к нему офицеров, начальник штаба, ну и так далее. И однажды мы с моим прапорщиком Михальчиком, это такая культовая фигура для меня, я про него писал уже в своих книгах, значит, ездили кормить одного генерала, который был, ну, не в нашем полку, это был генерал уже поважнее, чем полковой генерал, окружной генерал. Правильно кормил руководство. И вот мы там вкусно его накормили, ну, я накормил, прапорщик только там вот купил в кабине автомобиля, естественно. Вот. И мы получили благодарность. Вот этого генерала, значит, через командира полка, значит, официально, вот. И прапорщик мне сказал так. Он сказал мне, Леня, он меня называл Леней. Я ему говорю, товарищ прапорщик, я Илья. Он говорит, нет, я старый алкоголик, мозгов у меня нет, я буду называть тебя Леней, мне так удобнее. Вообще я у него был Леней. Не самый худший вариант. Он мне сказал, Леня, ты молодец, ты так хорошо поработал, я тебе скоро дам отпуск и отправлю тебя домой, там, не знаю, на трону. Трое суток. А я отслужил только две недели. Мне поэтому очень хочется домой. Я еще без мамы, знаете, как от маминой груди, от девушки там, от любимой, знаете, как тяжело первое время в армии. Я, конечно, это запомнил. Я стал ему надоедать. Я говорю, товарищ прапорщик, там проходит неделя, другая, ты, я говорю, товарищ прапорщик, вы же меня домой обещали, меня как бы, так сказать, поощрили. Он говорит, Леня, потом. А я опять, товарищ прапорщик, Леня, потом. Я ему как-то уже говорю, товарищ Павлович, ну, наконец, вообще, вы же мне обещали, вот, знаете, домой отправить. Прошло два года. Что вы все время говорите, потом, да потом. Он говорит, Леня, запомни, если прапорщик Михальчук сказал потом, значит, никогда. Вот так. То есть с тех пор вы говорите потом. Да. Значит, никогда. Вот так мы с вами никогда не узнаем. Нет, это была армейская история. Домой я, конечно, съездил через некоторое время, после получения еще одной благодарности. От генерала, который еще выше, да, Ранг? Не-не, ну, я уже не помню, от кого там. Ну, ладно. Давайте, Лена, значит, дальше соломку. Соломка у вас более-менее получается. Даже не знаю почему. Я стараюсь. Прибраться сегодня мне почему-то не к чему даже. Наверное, потому что я стараюсь. Вам проще чуть-чуть. Вы сидите дома и смотрите, как я здесь мучаюсь. Ради вас. Я попробую еще удон, чтобы все-таки он не переварился. Сколько его варить надо? А, все, вы знаете, вот пять минут. Ммм, удон. А в подсоленной воде мы его варить? Да, разумеется. Я воду подсолил, вы просто этого не видели. Я была задача на соломку. А как много морковки нужно? Может быть, хватит? Остановите меня, значит, я привыкну. Морковки хватит. Ой, хорошо. Причем уже давно хватит. Что ж вы не сказали. Потом. Потом решили сказать. Чуть-чуть водичкой промою. Это обязательно? Ну, так, чтобы не слипся просто. То есть слипается удон. Ну, любые макаронные изделия, они имеют обыкновение слипаться. Да. Ну, вот. Теперь. Лук, значит, я нарезаю, да? Угу. Вот вам лук. Хорошо. Из куриной грудки пока тоже ничего делать мы не будем, да? Лук нарежет мастер. Уберите это от меня. А, Лена, вы пока куриную грудку можете нарезать. Уже вырежете мне пока один фрагмент. Уберите кожу там, потому что подготовительную работу вы сами можете сделать и без меня. Так, скажите, пожалуйста, вот это у нас способ приготовить куриную грудку или все-таки способ познакомиться с лапшой удон? Это все вместе. То и другое, конечно. Учитывая то, что это суп, это все. Не надо это вырезать, потому что нам достаточно только... Да, мы одну порцию, по сути, готовим. Теперь возьмите грудку, уберите малое филе. Грудку за грудь. А чем оно вам тут мешает? Ну, просто неудобно нарезать. Малое филе. Нужно нарезать. Теперь, смотрите, что мы будем делать. Вот такими ломтиками будем нарезать под углом. Угу. Зачем? Ну, так красиво просто получается. У кусочков будет... Ну, сейчас на большом филе посмотрим. У кусочков будет хорошая площадь. Посмотрите, под углом. Вот они, основные секреты, да, мастерства, в принципе. Чтобы было не просто вкусно и полезно, еще и красиво. Вот, видите, я нарезаю грудку. Видите? Не просто так накромсать, как мы обычно привыкли, да? Вот красиво так под углом. Под углом. Действительно, совсем другой вид сразу получается у курицы. Еще один. Угу. Все, хватит. Угу. Вот теперь я возьму немножко растительного масла. Угу. И будем жарить курицу. Такая здоровая концепция здоровой еды. Нормально. Мы не будем жарить курицу, мы будем ее аккуратненько готовить в сковородке. Угу. Мы начнем с лука. Опять же, чуть-чуть его погреем здесь. Видите, никакой корочки у нас нет. Мы сейчас нить, никаких канонов здоровой еды не нарушаем. Угу. Теперь давайте мне морковку. Всю? Нет, половину. Вот так? Вот так хорошо. Видите, я вообще сковородку сдвинул. Угу. Так это тоже получается не жарко, не парко вообще непонятно. Ну, это называется пассерование, да? Да, мы немножко прогреваем. Вот что-то такое. Видите, как это называется? Прогреваем овощи, чтобы они стали мягче. А почему мы начали с лука? Логичнее было бы, наверное, начать с морковки. Всегда умеется начинать с лука, потому что это другая немножко здесь история, чтобы лук ароматизировал масло получше. Угу. Синий наоборот. Вот, пожалуйста. И теперь мы кладем сюда... Прямо наверх всего этого? Ну, да, ломтики грудки. Вообще непонятный способ приготовления грудки. Просто, чтобы она более плоская оставалась. Ломтики тоненькие. Кладем мы их наверх овощей. Это старинный рецепт или это современный? Ну, в Японии вообще все старинное, мне кажется. То есть вот так теперь просто и жарим, да? Вот форму у нас, как вы говорите, взяли кусочки? Ну вот, все. Все? Чуть-чуть погрели. Все? Так быстро? Она же не прожарилась. Курица-то, ломтики... Мы ее просто зафиксировали. Мне столько жарили, сколько придали ей форму, чтобы они, эти кусочки, не завернулись, остались плоскими. Это мы, по сути, если проводить аналогию, мы, по сути, ошпарили кипятком ее. Все. Курицу переваривать-то нельзя. Особенно, что касается куриной грудки, да? Да. Вот она теперь у нас здесь лежит. Значит, в бульон я добавляю немножко хереса. Теперь скажу, для чего. Потом наступило. Радуйтесь, девушки. Дело в том, что в японской кухне активно используется такое вино, по сути, кухонное вино, которое называется мерин. У нас его нету. Но херес процентов на 95 по вкусу идентичен этому мерину. Никто не замечает отличий. А что такое мерин? Что это за вино такое? Это такое рисовое вино. Рисовое. Без него никуда в японской кухне, судя по всему. Да, соевый соус, он бывает разный или он одинаковый везде и всегда? Ну, конечно, он разный. Он бывает светлее, темнее, соленее, не соленее. Конечно, он разный. Мы используем для приготовления что, как, как... Здесь более-менее обычный соус. Более-менее обычный соус. Полезный? Разумеется. Соевый соус полезный, потому что там есть вещества, микроэлементы и аминокислоты, поскольку это же брожение сои идет, брожение некоторых углеводов, которые там есть. И в результате получается очень физиологичный продукт. Очень физиологичный продукт, соевый соус. Так что он имеет и хороший вкус, и очень полезен. Полюбите соевый соус так, как любит его наш маэстро. И будет вам счастье. Сейчас я попробую. Вот так мы готовим. Я стою, ничего не делаю. Задаю массу вопросов камерных всяческих. Может быть, и все? Или этот процесс уже фактически завершен? Да. То есть мне делать-то нечего, действительно, да? Немножко соевого соуса еще. Этот суп дети есть будут? Я вам сейчас расскажу, почему его любят дети. Помните, я обещал потом рассказать про то, почему важно, чтобы удон оставался целым и длинным. Вот теперь смотрите. Потом наступает гораздо быстрее, чем у прапорщика Михальчука. Михальчука. Блондинкой по-близи нет совсем. Занята вся лапшой удон. Значит, почему важно, чтобы она была длинной? Японцы, я вам сказал, они едят палочками. Они выедают густую часть палочками. Как интересно. Значит, смотрите, что делает японец. У меня нет палочек, конечно, здесь. Он каким-то образом, лоша попадает ему вот так в рот. Попадает лапша. Вот так, да? И он ее должен сто делать. У него один есть способ. Он ее должен всосать в себя. Понимаете? Плохой из вас японец, я вам хочу сказать. Она просто сейчас суховата, она не скользит. А когда лапшу достают прямо из бульона, она скользит. И вот он ее всасывает. Разбрызгивает все по лицу. Да. У японцев считается, чем громче ты это делаешь, чем смачно ты так, с такими звуками, тем ты круче человек. Тем ты достойнее себя ведешь. Это серьезно. У них принято. Ритуал. Как можно громче всасывать в себя каждую вот эту вот удонину. Понимаете? Палочками взял, кусочек курицы съел, овощи. А вот он взял и так. Вот так себе. И дети. Вы понимаете, детям разрешается то, что неприличное нельзя. Какой праздник. Боже мой, для детей. И вот действительно там все лицо может быть немножко в бульоне там, да? Потому что брызги-то идут. Хотя мастерство еще заключается в том, чтобы всосать в себя громко, но чтобы не измазаться. Соседей можно измазать? Нет, конечно. Ни в коем случае. Так что это блюдо действительно дети очень обязаны любить. Ребята, посмотрите, палочками когда ешь, иначе эту лапшину просто не съесть. Конечно, можно ее попытаться накрутить на палочке, да? И потом съесть. Но это уже будет не кайф. Поэтому вот это всасывание является таким характерным ритуалом для употребления этого супа. В общем, сегодня наша программа как раз для тех, кто мучается мыслью, как же сделать такой праздник, да? Как разнообразить свой быт вообще в семье. Вот так вот устроить праздник детства, который понравится, я думаю, что не только маленьким жителям ваших квартир и домов, но и большим тоже, который будет чувствовать себя детьми ненадолго. Да, и кстати, вот обычно, это у меня чистая миска, и, кстати, обычно удон подают в такой вот какой-то высокой миске, что-то типа, например, горшочек, чтобы вот он так смотрится здесь, знаете, так по-домашнему и более вкусно, чем в обычной суповой тарелке. Так что высокая емкость должна быть. Вот такая емкость хорошая, вот такая емкость хорошая. Это, кстати, более стандартная емкость, потому что... Я вам скажу еще вот что. Что удон – это полноценный обед. Вот ты съедаешь миску удона, она большая, там есть и удон сам по себе, и кусочки какого-то продукта, не только курицы там могут быть, там могут быть морепродукты, креветки, все, что угодно. Там есть овощи, там есть, как правило, тоже омлет, мы сейчас до него еще дойдем. Получается полноценная еда. То есть ты съел миску, такой похлебки. И первый, и второй компот. Да, это все вместе, и, собственно, ты сыт. Значит, пошла... Пошла удон. Пошла удон? Или пошел удон? Это мужской или женский род? Вот мы положили удон. Теперь мы кладем все вот это. Все вот это. Да, я же сказал, этим блюдом надо наесться. Вот она, курочка с овощами. Уже все, по-моему, уже можно останавливаться. Уже хорошо. Теперь мы сейчас нужно... Я еще все нарежу мишкой зеленого лука. Сейчас я разогрею. Удон, чтобы горячий бульон немножко еще доготовил курицу. Дайте мне немножко лука. Я хочу нарезать чуть-чуть лука наверх. Зеленого именно, зеленой части, да? Да. А лук зачем? Ну, это просто немножко зелени. Просто немножко зелени. То есть любая другая зелень, она здесь тоже будет уместна, да? Ну, петрушка, может быть, да, кинза, наверное, не надо. А теперь, смотрите, омлетик наш. Ага. Который застыл к этому времени. Да. Так, вот так делаем, делаем как мастер. Смотрите, такие, видите, получаются красивые у нас улиточки. Получается. Так, тоненько все-таки режем тоже. Не очень. Не очень. Нечто среднее по размеру. Вот так. Вот кипящий бульон. Угу. Кипящим бульоном обязательно кипящим? Практически, да. Почему? Ну, чтобы, я же сказал, чтобы курица, курица у нас еще с сыринкой была. Чтобы она дошла здесь, прямо уже в миске. Ага. Чтобы она зато оставалась сочной, эта курица. Угу. Вот. Видите, какая у нас уже обильная штуковина? Да, внушительная такая порция. Теперь мы еще вот так вот бросим горочку вот такой вот, да, по сути, тоже яичной лапши сюда наверх. Угу. И сверху все это сдобрим. Вот так вот зеленым лучком. И в суши-бар не пойдем. Останемся дома. Вот скажите мне, что это плохо. Нет, я не могу сказать, что это плохо. Это было интересно и занимательно в процессе готовки. Это пахнет умопомрачительно. Ну, и я думаю, что это очень вкусно. Давайте теперь вы будете, Лена. Вы не прав. Вы будете выполнять свои обязанности. Потому что ваша задача сейчас подвести итоги. Чтобы все поняли, и я в том числе, что вы материал усвоили. И что этот материал доступен для женского понимания. Можно все-таки перед тем, как подводить итоги, я задам несколько вопросов. Уже так, для закрепления материала. Вот если нет у меня дома лапши удон, я могу ее как-то заменить? Ну, конечно, может. Чем? Например, спагетти. Ну, только тогда навряд ли можно будет, да, по морально-этическим соображениям, назвать это удон. Это уже будет какой-то бульон с соевым соусом и со спагетти. Так, конечно, можно. Так что, в принципе, нужно не полениться и сходить в магазин. Ну, вот еще тогда второй вопрос из этого вытекает. Можно ли вот так в свободной продаже в магазине купить это? В большом городе может быть. Что купить? Курицу, лук и морковку? Удон. Удон. Но, в оказываемом случае, я покупаю удон в очень доступных магазинах. Вот, если ты задаешься себе целью, то ты это купишь. Не купишь? Попробуй заменить чем-то то, что очень рядом лежит. С тем местом, где должен был лежать удон. То есть, в принципе, мы с вами поняли, что если мы решили приготовить удон, обязательно его наличие у нас в доме. Иначе браться, в принципе, как говорит мастер, просто не стоит. Зато, если вы все-таки это сделаете, вы устроите себе настоящий праздник детства, потому что есть лапшу-удон гораздо интереснее, чем есть обычные макароны, обычный суп. Суп мы делали как-то очень просто. Мы интересным образом приготовили куриную грудку, выяснив попутно у мастера, что это тоже один из способов вот так вот научить людей, наверное, как любить грудку куриную правильно приготовить. Мы готовили очень быстро, мы нарезали его под углом тонкими красивыми ломтиками и слегка поджарили даже, нет, пропарили на овощах, которые предварительно были у нас в сковородке. Мы сделали омлетик и нарезали его красиво вот такими улиточками. По сути, это то же самое, как говорит маэстро яичная лапша. У нас получилась очень внушительная порция. Мы добавили обязательно туда не просто соевый соус, но еще и херес, который близко очень к японскому рисовому вину, ну, что, собственно, соответствует технологии. И заливали мы обязательно то, что лежит у нас в миске, то, что мы туда положили, заливали кипящим бульоном, чтобы курица, которая не совсем была еще готова к этому моменту, у нас все-таки дошла, как говорит маэстро. Браво, Елена, вы очень хорошо все рассказали. Ну, а я считаю, что мы так вот по-японски неторопливо пришли к завершению нашей программы и пришли к пониманию того, что вкусная и здоровая еда есть в разных национальных кухнях. И совершенно не грешно использовать эти идеи в питании нас с вами. Будьте всегда здоровы, всего доброго и приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!